Собственно, я вот не понаслышке знаю, что вполне себе можно жить и существовать на доход, который приходит самозанятому с блогов в интернете. Ну то есть Яндекс.Зен, Пульс и Ютуб. Те, кто меня давно смотрит, об этом знают. Вот. В общем, это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Причем иногда получается не просто существовать, но и вполне себе нормально жить. Если кто не знает, то раньше, когда я работал на обычной работе на дядю, у меня была стабильная зарплата, каждый месяц одно и то же, 35 тысяч рублей. И то есть, куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, у тебя всегда 35, иногда тебе начисляют премию, ну тысяч 5, получается 40. И собственно все, это твой потолок, ну то есть можно, конечно, вырасти там до какого-то руководителя, тогда зарплата вырастет, может быть, тысяч на 10, но все, никуда выше. А когда я стал самозанятым, когда начал писать, когда начал снимать, мой доход стал зависеть только от меня. И иногда он вырастал довольно сильно. Порой выходило 110 тысяч, ну то есть, чтобы на обычной работе заработать 110 тысяч, это мне надо было работать месяца 3-4. А тут, скажем так, как поработал, так и поел. Вот, причем, многие считают, что на обычной работе есть карьерный рост, чем больше укладываешь в нее сил времени, тем скорее тебя повысят, тем скорее у тебя вырастет зарплата. Отчасти это так, но на обычной работе тебя могут просто взять и уволить. И все, пойдешь ты искать новую работу. Скажем так, когда ты пишешь статьи на каких-то площадках, когда снимаешь видео, то же самое может случиться, тебя могут забанить, у тебя могут все ограничить. Но тут, на мой взгляд, у тебя есть какой-то вот массив контента, который ты уже произвел, это твой контент, он принадлежит тебе, ты можешь его забрать, потом разместить на собственный сайт, в крайнем случае. Либо на какую-то другую площадку, а с той, на которой тебя забанили, просто удалить этот контент. Вот, ну и как бы возможность карьерного роста здесь тоже присутствует. Чем больше у тебя контента, тем со временем начинаешь больше зарабатывать. Может быть даже не на этой площадке, а на какой-то другой, и чтобы это как-то продемонстрировать, я сравнил 2020 и 2021 год по заработку самозанятого на блогах. Ну и давайте просто перейдем в кабинет налогоплательщика, посмотрим весь график, посмотрим по месяцам, посмотрим за год, посмотрим за 2020 и за 2021, поехали. Ну вот, давайте посмотрим статистику за 2021 год. За 2021 год у нас заработок самозанятого составил 626 804 рубля, 19 копеек. Это вот полные доходы, при том, что у нас до конца года еще осталось 5 месяцев. Налоги за этот год 32 447 рублей 66 копеек. Напоминаю, что налог у нас 6%, потому что доход мы получаем от юридических лиц. Собственно, не особо важно, это просто юридические лица или иностранные юридические организации. Кстати, вот от наших юридических лиц у нас доход 547 912 рублей. От иностранных юридических организаций, это от ютуба, 78 891 рубль. Собственно, получается, что вот этот зен и пульс, а вот это получается, что чисто ютуб. Чисто с ютуба 78 891 копейка, это вот 2021 год. Напоминаю, что до конца года еще 5 месяцев. Налоги у нас не оплачены, еще 4622, это за этот месяц пока что начислено. И оплачено за прошедшие 7 месяцев 27 825 рублей. Ну, август у нас пока посередине, поэтому я его не учитываю. Вот, что здесь интересного. Дело в том, что доходы за этот год уже превысили доходы за предыдущий год, за полный год. Давайте посмотрим 2020 год. И у нас за целый 2020 год 597 728 рублей. Это причем за 12 месяцев. И налоги у нас, соответственно, здесь уже 13 тысяч. Здесь от юридических лиц, это как раз зен и пульс, это 452 рубля. От иностранных юрорганизаций 145 тысяч. Причем доход от ютуба здесь значительно выше. Ну, там понятное дело, что год еще не полный, но тем не менее. Все налоги, естественно, оплачены. Можно посмотреть по периодам. И здесь у нас такой более-менее стабильный доход. Вот январь только не учитан. Да, я был не совсем прав, это за 11 месяцев. Но потому что самозанятым я вот как раз в феврале, в начале февраля зарегистрировался. И уже доход стал учитываться. Ну вот, можно посмотреть 46 тысяч, 58 тысяч, 49 тысяч, 55 тысяч, 54, 52, 50, 58, 66, 50 и 54. Сравним с аналогичными периодами за 2021 год. И у нас получается, что первые месяцы было все не очень хорошо, потому что доход на Дзене начал у меня падать 33 тысячи, 39 тысяч. Потом я открыл для себя пульс и понеслось 110 тысяч, 117 тысяч, 82 тысячи. Ну, тут вот падать стало 79 тысяч, 86 тысяч, 76 тысяч. И у нас остается еще сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца и еще 5 август. Но тут вот 76 еще он показывает, что доход уже есть. Но тем не менее, это за предыдущий месяц на пульсе. Сам по себе месяц, конечно, еще не полный, потому что здесь от иностранных юридических лиц еще будет, соответственно, от Ютуба. Собственно, и доход с пульса еще непонятно какой будет. И с Дзена, опять же, непонятно какой будет. Но пока что на пульсе можно смело сказать, что выручка за август составляет у нас 32 935 рублей. Это при том, что сегодня 16 только августа и еще у нас где-то вот 14 дней. То есть, если все будет стабильно, ничего не изменится, ну, примерно такая же сумма у нас 30 тысяч придет, ну, где-то 60 тысяч за месяц выйдет. Плюс Дзен, плюс Ютуб, ну, должно быть неплохо. Ну вот, как вы видели в статистике, хотелось бы ее немного расшифровать. Раньше, в 2020 году, у меня основной заработок был с Яндекс.Дзен. И как вы видели, там доход иногда доходил до 60 тысяч, 50 тысяч. Ну, вот где-то такой стабильный он был очень. С Ютуба выходило от 10 до 18 тысяч. Ну и, собственно, в совокупности максимально вы сами все видели. Когда перешел на Пульс, заработок совместно с Дзена, с Пульса и с Ютуба стал доходить до 110 тысяч, что довольно неплохо. Не всегда, конечно. Сейчас, к сожалению, такие цифры уже не могу показать, потому что и Дзен у меня сильно просел, и на Пульсе тоже по-разному заработать приходится. Но вот, тем не менее. И как бы эти деньги, они намного больше, чем стандартная зарплата. Но, опять же, что я периодически обсуждал с другими блогерами при встрече, на Дзене, на Пульсе, на Ютубе, неважно где, нет никакой стабильности. То есть можно каждый день делать одно и то же, выпускать все так же по одной статье, по две, по три, неважно. Ну, то есть доход у вас, допустим, по две тысячи в день, вы выкладываете по две статьи в день, качество не ухудшилось нисколько, но в один прекрасный день у вас все просто может рухнуть, и вы можете начать зарабатывать по 300 рублей в день. И все. Поддержка некоторых площадок вам скажет, у вас все в порядке, продолжаете писать. Но вы-то уже будете понимать, что все не совсем в порядке. Поэтому я рекомендую всем самозанятым создавать какую-то подушку безопасности. В самом худшем случае, когда вас везде забанят, у вас будет какая-то подушка безопасности, на которой вы сможете жить. Если вы ее потратите, то придется устраиваться уже на работу. Но, по крайней мере, у вас будет время все восстановить и как-то вот не жевать кашу из топора, скажем так. Ну и самый главный вопрос, который мне постоянно задают, жалею ли я о том, что уволился с обычной нормальной работы, где стабильный заработок. Ну, блин, очевидно, что не жалею, если у меня заработок, во-первых, здесь намного выше, во-вторых, свободный график, хочешь работай, хочешь не работай, хочешь записывай видео, хочешь не записывай видео, хочешь пиши статьи, хочешь не пиши статьи. Естественно, что их придется все равно как-то писать, если не будешь писать, доход на всех площадках просто рухнет, что я периодически наблюдаю на Дзене, потому что на пульсе часто пишу, а про Дзен часто забываю. И как только я забываю про Дзен, у меня доход сразу становится очень-очень низким. И приходится вот как минимум хотя бы три статьи в неделю писать. Три статьи пишешь, он постепенно вырастает. Не пишешь три статьи в неделю, все, доход очень сильно проседает Так что, ну, не так просто вести каналы на нескольких площадках Но это такая тоже подушка безопасности в плане того, что если где-то в одном месте забанят То останется еще пара мест, где можно зарабатывать Ну и естественно, когда начинаешь зарабатывать на блоге, к деньгам совсем по-другому относишься То есть раньше это была фиксированная зарплата, которую независимо от того, что ты делаешь, тебе начислят И ты как бы привык и ожидаешь в определенный день, что вот деньги придут Сейчас не так, сейчас к деньгам относишься так, как к заработанным деньгам То есть не факт, что они придут, и поэтому не всегда хочется их тратить налево и направо Но несмотря на это, когда их приходит много, все равно как-то распускаешься и начинаешь там тратить на всякую фигню На одежду, на развлечения, когда мало, начинаешь экономить еще больше В общем, тут тема большая и многогранная, надо, наверное, отдельный ролик записать про то, как начинаешь относиться к деньгам, когда ты самозанятый Но про текущий свой заработок я, в принципе, рассказал за 2020 год, за 2021 Вот, надеюсь, кого-то вдохновило на то, чтобы начать что-то делать Потому что, насколько я знаю, как бы ты ни объяснял, как писать статьи, что писать, какие заголовки придумать Ничто так сильно не мотивирует, как вот посмотреть, как зарабатывают какие-то другие люди Когда мне говорит кто-то, что, ой, я заработал там 200 тысяч в месяц на Дзене, на Пульсе, неважно Я такой, вау, ничего себе, а что ты делал? И после этого самому хочется писать, самому хочется работать Ну, то есть, повышать свой уровень дохода А просто так смотреть на какие-то вот такие абстрактные вещи Ну, не очень интересно и не очень мотивирует Вот, надеюсь, я кого-то все-таки вдохновил Ну, а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока!